Вечка, привет. Это я. Спасибо, спасибо. Ну что, желаю тебе быть счастливой. Чтобы нет этих два генерала. Чтобы ты все получил в жизни. Спасибо большое. Спасибо. Пока. Все, привет. Здравствуйте. Вы смотрите программу «Независимое мнение». С вами я и его постоянная ведущая Лилия Бураковский. Сегодня у нас в гостях человек, с которым мы очень давно дружим. Который был у меня в программе буквально три месяца назад. Но, мне кажется, на месте сегодня что обсудить? Дипломат, журналист Андрей Попов. Здравствуйте. Добрый день, Лилия. Как я уже говорила, мы с вами три месяца назад обсуждали. Вы тогда заявили, что вернулись не просто в Молдову, а хотите вернуться в молдавскую политику. В общественно-политическую жизнь. У вас это получилось? Пока да. При этом вы сказали, что вы не будете баллоксироваться в президенты. Вы не приняли приглашение ни одного из политических формирований, которые существуют в стране. Вы стали очень выборчны и привередливы? Или на сегодняшний день это не главная цель? Это не главная цель. А какова же главная цель? Ну, главная цель – попытаться повлиять на ход процесса в стране, имеющимися у меня возможностями. За последние три месяца, буквально сразу после нашего июньского разговора, я запустил новый проект. Программа «Народная дипломатия», которая выходит каждую неделю в 7 часов вечера. Ее можно смотреть и онлайн, есть и фейсбуковская страничка «Народная дипломатия». Я считаю, это один из хороших инструментов повлиять на повестку дискуссии в стране и помочь людям узнать свою страну. Как я узнаю лучше людей, страну, то, как люди думают, на основании чего формируют свое мировоззрение или свое мировоззрение. Так, я считаю, те, кто смотрят, лучше узнают реальную Республику Молдову. Сейчас практически в самом разгаре предобранная кампания происходит. 12 человек баллотируются на пост президента страны. Я вам предлагаю, учитывая уже и журналистский опыт, и политический опыт, который у вас есть, и дипломатический. Давайте поговорим об этом. Давайте. Как, на ваш взгляд, проходит компания? Спокойно? Используются ли какие-то такие способы агитации, которые вы считаете недостойными? Или все все-таки в принципе и в пределах разумного? Ну, смотрите. До первого тура осталось ровно три недели. Сегодня 10 октября, 30 октября первый тур. А компания все еще не набрала необходимые обороты, и остается очень мало времени. Но уже какие-то главные тенденции и факторы прояснились. Мне кажется, очевидно, что сейчас у нас есть фаворит для первого тура. И данность заключается в том, что если не произойдет никакого форс-мажора, назовут вещи своими именами, если Игоря Дадона не снимут с выборов, я считаю это маловероятным сценарием, но теоретически это нельзя полностью исключать, тогда в первый тур войдет Игорь Дадон. Теперь, если же еще два, даже месяц назад очень мало кто допускал возможность, что во второй тур пройдет кандидат от демократической партии Мариан Лупу, учитывая тот большой негативный рейтинг Демпартии, учитывая то, что в стране более 80% населения недовольны положением дел и недовольны результатами правления, в котором на протяжении 7 лет участвовала Демпартия, то сейчас вариант сценарий прохождения Мариана Лупу во второй тур, он не только не исключается, на мой взгляд, он основной сценарий, что во второй тур у нас войдет Игорь Дадон и Мариан Лупу, при условии, что кандидатам от двух правых условно назовем такими партиями, Майя Санду и Андрея Анастасия, не удастся очень быстро наверстать упущенное время и не выйти действительно с единым кандидатом, как они это обещали, но даже при таком раскладе, даже если Майя Санду и Андрея Анастасия, допустим, до конца этой недели объявят, что идет кто-то один, скорее всего, Майя Санду, думаю, то тогда остается очень мало времени, чтобы наверстать упущенное и чтобы обеспечить плавный переход поддержки, который существует в обществе за Андрея Анастасия к Майе Санду. Давайте чуть подробнее о том, что вы сейчас говорили. Вот, например, от стат из вашего интервью, из июньского интервью. Влад походил, говорят, человек слово. Если он обещает, то отвечает за свои слова. Он говорил нам, коллегам по партии, ребята, давайте возьмем паузу, тактически отступим, но я вам обещаю, Мариан Лупу будет президентом. Да, это действительно так. Я слышал от этого человека не раз это обещание в 2011-2012 году. Что ж, я могу для того, чтобы быть предельно честным и объективным, хочу сказать, что я впечатлен тем напором, с которым Демпартия продвигает своего кандидата, и считаю, что сейчас они полностью запустили все механизмы, которые построили за последние годы, все эти рычаги влияния, рычаги власти, административный ресурс, медийный ресурс, финансовый ресурс, если хотите, политехнологический ресурс для того, чтобы обеспечить как минимум решение задачи для продвижения Лупу во второй тур. Однако я, если будет возможность об этом поговорить, думаю, что не для Влада Плохотняка, не для Демпартии, но и, конечно же, и для страны вариант победы Марьяна Лупу на этих выборах, избрание его в качестве президента, все-таки не является главным сценарием и главной задачей. Задачей сейчас для Демпартии, чтобы Лупу прошел во второй тур. Также Вы в других интервью говорили о том, что Марьяна Лупу выдвинут кандидатом в президенты для того, чтобы он проиграл выборы. После этого проведут съезд партии и его освободят в том числе от занимаемой должности председателя Демократической партии и таким образом отправят на заслуженную политическую пенсию. Сегодня Вы придержитесь такого же мнения? Ну, насчет пенсии говорит человек, которому только 50 лет, может преждевременно, но я думаю, что Марьяна Лупу переживает все-таки закат своей политической карьеры и в случае вероятного неизбрания его в качестве президента, он уйдет как минимум на вторые роли. То есть, если я правильно понимаю, сценарий, на Ваш взгляд, такой вывести его в второй тур, где он проигрывает Игоря Додовано, но все-таки проигрывает более-менее достойно во втором туре, то есть не вылетая с первого тура. Знаете, как часто мы говорим слово «сценарий», и действительно сейчас мы имеем дело с режиссерами, вернее с режиссером и с определенными механизмами, которые используются в кинематографии. спектакли, сцены, интриги. Я не думаю, что все настолько цинично, но есть какие-то объективные факторы. Мне сложно представить, насколько нужно пренебрегать настроением в стране и насколько нужно быть рисковым человеком или политиком, чтобы вопреки всему этому тянуть за уши, ну извините такую формулу, тянуть за уши кандидата Демпартии, чтобы он победил во втором туре. Но это зависит от него. Я думаю, Мариан Луков, если быть опять же честным, я думаю, он был бы прекрасным президентом для Республики Молдова в 2009, 2010, 2011 году. Ну как часто разогреваемый борщ, но уже не тот вкус. Я думаю, время Мариан Лукову ушло и в случае, если он победит, я думаю, технологически это возможно. Демпартия пока еще не занималась серьезно точечным, прицельным, серьезным ударом на уничтожение Игоря Дадона. К нему не применяли все эти рычаги, которые у Демпартии существуют. Если бы была поставлена такая задача, я думаю, ну могли бы рейтинг Дадона серьезно раздуть и сделать так, чтобы он не стал президентом. Но пока я не вижу такой задачи, пока я вижу позиционную такую игру. И в случае, если это сохраняется, во втором туре, наверное, побеждает Дадон. И с точки зрения Демпартии и ее интересов, и у Влада Плохотнюка, я думаю, эти выборы имеют инструментальный характер. Не сама цель выиграть эти выборы, а цель сделать так, чтобы сам процесс выборов и их результат помог решить другие, более системные и главные задачи. А главная задача – это подготовка почвы для следующих парламентских выборов, когда они будут в 2018 году, может быть, будут преждевременные выборы, сделать так, чтобы в результате процесса и в результате результата обеспечить наиболее благоприятные позиции для Демпартии, для партии власти, чтобы она была максимальный результат на выборов 2018 года парламентских и продолжила свое правление и процесс концентрации рычагов власти в своих руках. То есть можно предположить, в том числе, что это была президентская кампания, изменения Конституции и все прочее. Это был такой способ увести борьбу с улиц на экраны и на электральные встречи, учитывая, что президенты практически не изменили полномочия, что полномочия у него минимум. И довольно безопасно, даже если президентом станет человек от оппозиции, по сути дела, в парламентской республике особо ничего не изменится и власть будет продолжать оставаться в руках у демократической партии, даже если президентом станет представитель от оппозиции. Здесь два уровня анализа. Я начну с того, что у президента немного полномочий. Действительно, но полномочия президента, они сопоставимы с полномочиями президента в соседней Румынии. И тем не менее, мы видим в 2005-2014 годах влияние президента Басевского, в том числе через судебную систему, запуск Департамента по борьбе с коррупцией, и то, что в принципе он показал, что один в поле тоже воин. Я считаю, и я сторонник того, что нам не нужно применять роль и потенциал позитивный на изменения личности президента при ограниченных полномочиях. И уверен в том, что при правильной постановке вопроса, при хорошей организации у президента от оппозиции достаточно рычагов власти, чтобы как минимум противостоять этому процессу концентрации всех рычагов власти в одних руках. Это первое. Второе. Ну, я думаю, что можно сделать очень упрощенно. Сказать, что для партии власти, для Влада Плохотнюка есть один неприемлемый вариант. И я думаю, он сделает все, всеми правдами и неправдами, чтобы так и случилось. Неприемлемый вариант заключается в том, чтобы эти выборы выиграл Андрей Анастасий. Все остальные варианты, но они, как минимум, удар можно будет сдержать, они не будут иметь такого характера политического цунами. И мы, наверное, видим по тому, как медиахолдинг, который контролирует этот человек, как он относится к разным кандидатам, мы видим, что все боеприпасы, все легкие и тяжелые виды вооружения, они направлены против, в принципе, снятия с орбиты и недопущения выхода во второй тур одного человека, одного кандидата Андрея Анастасия. При всем уважении к Майю Санду, но к ней пока, по крайней мере, режим щадящий. Я не знаю, какие существуют договоренности с нашими западными партнерами, с Соединенными Штатами, с Румынией, какие договоренности у этой власти. Но, я думаю, избрание Майя Санду, при том, что она сегодня же заявила о том, что она ни при каких условиях не назначит на должность генерального прокурора человека, чьи выборы уже начинаются сейчас, чьи избрания, если он не будет избран по новой системе. Майя Санду неудобный кандидат, но я вижу, что логика политической борьбы заставляет Демпартию сделать все, чтобы во второй тур не пропустить ни Майю Санду, ни Андрею Анастасию. Однако, если с Андреем Анастасией церемониться не будут, и в случае, если он останется, опять же, это маловероятно, что его изберут как единого кандидата, но если бы это случилось, я думаю, если была бы угроза его прохождения во второй тур и сохранение шансов на избрание президентов, но его, наверное, вы просто бы сняли с дистанции и почва для этого уже готовится. Что касается других кандидатов, это премиевые варианты. Идеально, на самом деле, мы могли бы об этом, опять же, подробнее поговорить. Если бы я консультировал лично Влада Плохонюка, кто является системообразующей у нас фигурой, я бы посоветовал непременно вывести Лупу во второй тур. Это первая задача, которая решает ряд вопросов. Главный вопрос, который решает прохождение кандидата Демпартии во второй тур, это избежать ситуации, когда кризис легитимности, который проявляется на протяжении уже многих лет, но особенно обострился в результате формирования большинства методами, о которых мы уже много с вами говорили, и тем процессом, который привел к власти правительства Павла Филиппа, мы помним. На Демпартии есть такой шлейф, тень моральной нелегитимности. Неправильно, когда партия, которая получает всего лишь 19 мандатов в парламенте, потом рулит всем. Но в этих условиях, поймите, если бы Мариан Лупу не прошел бы во второй тур, это бы только обострило этот кризис легитимности. При всем том медиаресурсе, при всем давлении, при всех этих баннерах, которые вот здесь, там, при всем том, что ты включаешь, понимаете, умывальник, и оттуда рекламные ролики Мариана Лупу в любой сайт и там Демпартии. То есть очень много инвестируется. И при всем, при этом, если бы твой кандидат не проходит во второй тур, ну тогда вопросы. А так, если он проходит во второй тур, а во втором туре уже проигрывает, ну скажем, с достойной разницей, 45 против 55 или 47 против 53, тогда это уже совсем другое дело. Это первый уровень прохождения Мариана Лупу во второй тур. И он решает еще одну очень важную инструментальную задачу, важную в перспективе парламентских выборов. Знаете, какая задача? Это дискредитация правой и проевропейской оппозиции Андрея Анастасия и Майю Санду. Их электорат ожидает того, что у них во втором туре будет за кого голосовать, или за Анастасию, или Майю Санду. Сценарий, при котором во второй туре проходят Дадон и Мариан Лупу, ну это пощечина этих людей. Но искать виноватых будет не только во власти, не только в вопросе о фальсификации в выборах, или неправильном, нечестном использовании админресурсов. Будут вопросы и к самим Андрею Анастасии и Майю Санду, почему они сделали так, что не смогли капитализировать. Это огромный потенциал недовольства обществу. Я не знаю другой стороны в нашем регионе. Вы в этом уверены, что будет такое отношение? Потому что я понимаю, что будет в случае, если ни один из них не проходит второй тур, я так понимаю, что будет опять заявление о том, что выбор специфицированный, власть провела нелегально лупу во второй тур. И на этом опять пойдет волна недовольства, которые возглавляют все же самые люди. что-то не стало? Ну, уже идет подготовка почвы для именно такой реакции. И заявления, которые мы слышали и от Андрея Анастасии, и от Майя Санду, и от Рината Усатова по поводу того, как Демпартия собирала необходимые 15 тысяч подписей за 24 часа, они показывают, что готовится почва именно для такой интерпретации. Хотя я уже заявлял, не хотел бы повторяться, я считаю, зная прекрасно существующие механизмы и ресурсы Демпартии, я считаю, что вполне реально при правильной подготовке собрать эти подписи было за те 24 часа. Но здесь другое. Понимаете, мир очень сложный сейчас, и очень много проблем. И нашим внешним партнерам, в частности, нашим западным партнерам, некогда разбираться в деталях. Они смотрят большими мазками. И картинка будет неутешительной. Картинка будет такая, что хотя в обществе большое протестное настроение, хотя люди недовольны тем, что происходит, и в принципе все знают, что происходит в Республике Молдова, и тем не менее кандидаты правых не смогли организоваться, чтобы провести своего выдвиженца во второй тур. Это будет серьезным ударом по имиджу и по, на английском говорят, credibility этих сил. И это позволит партии власти говорить о том, ну, в разговоре с Вашингтоном, с Бухарестом. Ну, смотрите, партнеры, с кем вы имеете дело? С одной стороны, у нас тут президент-ставленник, в кавычках, Кремля. А с другой стороны, кто ему может противостоять, кроме как нас? Вот мы сформировавшаяся власть, мы структура, и мы обладаем, ну, запасом прочности, чтобы противостоять угрозе победы левых, прорусских левых. А эти ребята правые, ну, посмотрите, они так перессорились и так долго шли к этому общему кандидату, что не смогли выдвинуть никого во второй тур. И это большая проблема для Молдовы, то, что у многих западных партнеров сейчас, я только вернулся вчера из Бухареста, где участвовал в большом международном форуме, где были европейские, американские эксперты и высокопоставленные чиновники, в частности, Маггерини, Хедейко Маггерини, в частности, американские эксперты, которые раньше были в госструктурах. Ну, и в кулуарных дискуссиях, действительно, я чувствую, что, говорят, ну, какая альтернатива? Ведь в обществе ощущается, что, ну, Запад заигрывает с этой властью, что оно как-то, ну, не поддерживает оппозицию так, как это было в других странах. А когда спрашиваешь, почему, вопрос, а кого поддерживать? Есть альтернатива? Потому что все выводится в бинарную плоскость, и она такая. У нас выбор или левые пророссийские силы, или мы, проевропейские. Власть третьего пока не дано. И очень важно нам подняться над сиюминутностью этого момента и посмотреть, как сделать так, чтобы у всех и внутри страны, и вне появилось ощущение, что в Молдове есть силы, серьезные, системные, понимающие реальное положение дел, способные этой власти, коррумпированной и олигархической, противопостоять. Многие эксперты говорили о том, что на этих президентских выборах нам наконец-то нужно уйти от оценки с точки геополитического объекта развития. И сосредоточиться на внутренних проблемах страны. И тогда выбор действительно будет начаться играть достойной. То, что вы говорите, подчеркивает только то, что мы так и не ушли. И до сих пор обсуждаем, какие танки будут ходить по Кишиневу. Неужели мы все-таки будем продолжаться оставаться, находиться как бы заложниками ситуации, когда все будет решать векто развития. И под этот шумок будут твориться продолжательности коррупции и многие-многие другие моменты, которые, мягко говоря, не устраивают граждан нашей страны. Ну, так оно и происходит. Мы ведемся на эти страшилки, на эти запугивания. И общество у нас очень сильно разделено. И отсутствует способность сконцентрировать всю энергию на решении каких-то точечных задач. Борьба с коррупцией, борьба с захватом государственных институтов, борьба с зависимой судебной системой, борьба с несправедливым инвестиционным климатом, борьба с нетранспарентной банковской системой. Мы же об этом не говорим. Мы говорим о геополитике. Восток, Запад, нейтралитет, Румыния и тому подобное. Это, при всей важности, хочу сказать, что и как дипломат, я думаю, это еще как бывший дипломат, скажу так, убежден, что главная угроза для республики Молдова сейчас не извне. Я не сбрасываю с существ внешние угрозы. Но я считаю, что главная угроза в том, что у нас не строится дееспособная система, у нас ослаблены институты, и процесс принятия решений порочен и делает страну более уязвимым, в том числе и в том, что касается противопостояния внешним угрозам. А в том, что касается веры граждан в собственную страну, это очень важный атрибут здорового общества, чтобы люди верили в будущее. И здесь есть проблемы. И рост унионических настроений, я не хочу их преувеличивать, но он частично или даже во многом определен тем, что люди теряют веру в то, что своими силами мы можем решить наши проблемы. И вот именно сюда бы всем тем, кто себя называет государственниками, нужно сконцентрировать усилия, как систему очистить от коррупционных элементов и как сделать систему, где есть сдержки и противовесы, и где акцент на работающие институты. А кому это нужно? Ну, это нужно всем тем, кто хочет здесь жить, расти детей, стариться достойно. Вы действительно считаете, что им это очень нужно? Кому? Что они понимают, что такое борьба с коррупцией, что Куметру больше не поможет решить проблему, что надо платить налоги и не только требовать от государства каких-то выполнений обязательств, что не надо проезжать на красный свет светофора, даже если рядом нет никаких машин и не стоит полицейский, что коррупция проявляется во всем абсолютно, начиная от подарков на день учителя, заканчивая, не знаю, оплатой операции, или позвонить Куметру, когда тебя штрафовали, помочь из электронной базы вынуть копию этого протокола штрафа. То есть коррупция, она же не только верхушка власти, она на всех уровнях абсолютно. Вы уверены, что наши граждане готовы от всего этого уйти? И что каждый из них готов честно платить налоги, честно не давать, даже если будут просить, более того заявлять на того, кто будет просить, и будет понимать, что это задел на будущее их детей в этой стране. Ну, знаете, я два примера вам дам из реальной жизни. Общался с бизнесменом средней руки давно, несколько месяцев назад. И он сказал, что он не является приближенным к этим властям бизнесменом, но он знает, как уходить от налогов. Он говорит, ну я бы платил бы налоги, но если я это буду делать, я буду неконкурентоспособным. Почему? Потому что должны платить все. А когда мои конкуренты, у которых политическая крыша не платят, тогда меня просто то, что я буду платить, меня просто выдавят с рынка. Это первое. Ну и второе – суды. Люди, такое отношение к судебной власти, что неважно, ты прав или ты не прав. Важно, если ты сможешь договориться с судьей, и найдешь себе адвоката, у которого есть хорошие отношения с этим судьей, и важно, чтобы тебе противостоял не кто-то, у кого интересы завязаны на тех, кто держит власть. И вот такое ощущение безысходности, что нельзя победить власть, оно очень важно. И здесь в этих выборах ставка-то больше, чем победа какой-то личности. Ставка в том, чтобы от результата этих выборов народ воспрял, и что понял, что не все потеряно, что можно победить. И поэтому я принципиально и последовательно говорю о том, что при всех личных симпатиях, и повторюсь, я к тому же Мариану Лупу в плане политическом отношусь неплохо, и мне очень созвучны многие его декларативные позиции. Но его победа не только разочарует многих, но убедит людей в том, что сопротивление бессмысленно, и нужно из страны уезжать. А то, что вы сказали, борьба с коррупцией на личном, на таком бытовом уровне, это очень важно, конечно же. Но сложно, понимаете, абстрагироваться той системы, в которой мы работаем. Нужно менять, в первую очередь, систему. А можно поменять систему, не поменяв себя? Ну, здесь у нас уже другая тема, более философская. Я хочу сказать, что в обществе нужно… Хорошо, я переформирую. Нет, я готов. Сопротивляя систему, да, не играя по ее правилам, можно ее победить? Эту систему можно победить только сообща, с координативных усилий. И здесь вы вначале отметили, что решение конституционного суда, спорное, как минимум, оно позволило власти сбить волну протестов и рассорить всех оппозиционных. Ну, опять же, скажем так, из природы на крупного зверя пять охотничьих собак. И, в принципе, хотя каждый из них в одиночку ничто перед этим крупным зверем, но вместе, сообща, они его победят. И вот в какой-то момент этим собакам, которые, в принципе, сплотились и координируют уже свою атаку против этого медведя, назовем его так, им бросают кость с мясом. И они, в принципе, бросаются на эту кость и начинают грыться между собой. Вот это очень простой, доступный образ того, что произошло. Мы видели, какая была волна протестов 20-го, 21-го января. И я думаю, если бы президента избрали по старым правилам в парламенте, вот эта волна протестов она бы нарастала и укреплялась. Я считаю, власть очень боится именно этого. То, что изнутри, я думаю, ну, коленки не дрожали, но сила массы, она непредсказуемая. И если на площади собираются 100 тысяч человек, причем в такой стране, как Молдова, эти 100 тысяч обездоленных и уже озлобленных людей, ну, никакие кордоны полиции ее не освободят, не остановят. И даже те, кто организовал такие протесты, на каком-то этапе могли бы упустить ситуацию из-под контроля. И власть этого реально боялась. И решение качественного суда я бы именно в этом ракурсе бы рассматривал. Оценивая то, что произошло за последние, ну, сколько у нас, три, семь месяцев, с марта по начало октября. Я думаю, эта операция прошла довольно-таки успешно. Протестное движение сбито. Оппозиционные лидеры между собой перессорены. И им еще нужно будет время, чтобы даже после поражения собраться и вновь создать, знаете, из пяти пальцев кулак. Но здесь еще... Я прошу прощения. Нам нужно с вами прерваться на рекламу. Пожалуйста, не забудьте ваши мысли. Продолжение следует после рекламы. Реклама на ITV. Смотрите, у нас всегда интересно. Мы вернулись в студию после рекламы. Напоминаю, вы смотрите программу «Независимое мнение» на ITV. Сегодня у меня в гостях дипломат и журналист Андрей Попов. Господин Попов, на ваш взгляд, вот из того, что вы всего говорили, вы говорите, что самый реальный шанс у господина Дадона, что он уже практически спокойно во втором туре ждет только технического, так скажем, выхода во второй тур. И у меня складывается впечатление, что Игорь Дадон становится удобным кандидатом для власти. Вы со мной согласны? Я не буду сейчас спекулировать. Я просто проанализирую то, что происходит. И если бы я был на месте тех, кто консультирует власть, я бы рекомендовал бы, чтобы, во-первых, сделать все, чтобы Лупу прошел во второй тур. А здесь оппозиция помогает, подыгрывает тем, что уже пять месяцев и не смогли выйти с общим кандидатом, и не смогли работать системно как одна команда. Здесь, конечно же, много вопросов и к Андрею Анастасии, и к Майе Санту, и к их командам. Но, решив первую задачу прохождения Лупу во второй тур, я бы не стал пережимать, а то можно сорвать резьбу, на самом деле. Я бы не стал делать все, чтобы Лупу прошел во второй тур. Но и просто так бы Дадона уже не пропускал бы. С ним нужно договариваться, и нужно какие-то модусы венди. Многие с ним уже договорились. Сейчас что происходит? Я бы, опять же, абстрагируюсь, не Андрей Попов, вот если бы я был бы, и я не наемник, но я думаю, что именно в таком ключе и консультируют, и рекомендуют. Первое. Задача прохождения Лупу во второй тур помогает нам имидж партии улучшить, в том числе и для самой партии. Представьте, что происходит с настроением внутри партии и в обществе, если при всем том админресурсе, при всей той мощной кампании, Лупу не проходит во второй тур, набирает только 15%. Все говорят, ну смотри, все, уходите, вас ненавидят. А если он набирает 20%, и Майя Сандо набирает 17%, он проходит во второй тур. И во втором туре уже, в принципе, в результате неявки. Ведь будет большая пассивность права электората. Кое-кто поведется на страшилке, что Дадон – это кандидат Кремля, и завтра русские танки Молдову на куски через фидерализацию разорвут, и Молдова остановит свой курс и повернется опять в сторону России. Кто-то поведется, выйдет и будет голосовать про Лупу. Но я думаю, большинство из тех, кто сейчас готов голосовать за Настаси и за Майю Санду, они и за Чубашенко, допустим, они не придут просто на выборы. И тогда в результате того, что электорат Дадона, он мобилизирован, в чем-то он запуган страшилками об объединении с Румынией, и просто математически у Дадона лучше шансов, естественно, победить при данном условии. А это, в свою очередь, решает как минимум пять, даже шесть тактических задач. Опять же, все с прицелом на парламентские выборы. Давайте просто перечислим их. Первая задача – победа кандидата Дадона. Решает вопрос в отношениях с Россией в чем-то. Я, власть придержащая, могу послать сигнал Москве и говорить, смотрите, мы обеспечили щадящий режим, ну не зеленый коридор, но, в принципе, прохождение Дадона во второй тур. Ведь если бы мы хотели, сказали бы Москве, мы бы его сбили. Поэтому давайте договариваться. А у власти сейчас определенные проблемы с выходом в коридоре власти в Россию и с возвращением на российские рынки. Вторая задача – это уже западу сигнал. Ребята, ну посмотрите, ваши кандидаты, которым вы неравнодушны, и которые вы бы предпочли бы, Майя Санду, Андрея Анастасия, ну просто они такие, они не договорились, что с них взять, им нужно еще поучиться. Поэтому только мы, власть, Павел Филипп, Адриан Канду, Мариан Луку, Влад Плохотнюк, только мы обладаем той силой, чтобы остановить волну пророссийских сил, чтобы избежать того, чтобы они победили на следующих парламентских выборах. Это очень удобная страшилка, Дадон как страшилка. Третье – очень важно. Здесь уводится дискуссия в обществе. Вместо того, чтобы все общество говорило о реальных проблемах банки, коррупции, судебной системы, демонополизации власти и вывод из-под контроля важных госинститутов, вместо этого… Представьте, если Игорь Дадон – президент, он уже сказал, с чего он начнет. Запретит унионизм. Вот как можно запретить унионизм? Унионизм можно победить, только сделав Молдову привлекательной и избавить ее от этих всех негативных феноменов только так. А запрещением ты далеко. Запретив, ты получишь результат, который получил Воронин в 2002-2003 году. Волну студенческого протеста профессора. И что получится? Дадон – президент, он своей повесткой на идентичность, на геополитику отменит молдавское гражданство президенту Басецку. Это он может. Запретит унионизм. Скажет, что все, Молдова останавливает сотрудничество с НАТО. И так далее и тому подобное. А это все вызывает ответную реакцию в силу, для кого это очень важные динентарные маркеры. И тогда противостояние за спиной власти, одна часть оппозиции будет бороться с пророссийским президентом. И времени не будет на то, чтобы координировать вместо борьбы с реальными проблемами. Это третья задача. Четвертая задача. Дадон, как президент, он же должен стать аппаратичным. Он уходит с поста лидера социалистической партии, уходит из парламента. Он должен представить всю страну. Кто тогда будет лидером социалистов? Вы себя спросили. И какие процессы запустятся внутри социалистической партии? Борьба за наследство Игоря Дадона. Я вас прямо, насколько понимает все это господин Дадон. И еще такой вопрос. Ведь в обществе абсолютно очень большие ожидания от личности президента. У большинства людей нереальное понимание роли президента. Я вот общаюсь в рамках съемок своей передачи с простыми людьми. Вижу, что у большинства из них ожидание, что придет отец батька, отец нации и наведет порядок. Повысит пенсии, посажает всех, пораскидает всех бандитов и коррупционеров и посадит в тюрьму. Обеспечит, сделает жизнь лучше. А у президента нет таких полномочий. И вот на фоне таких завышенных ожиданий от президента, я думаю, к моменту парламентских выборов очень у оппозиции, другой же оппозиции, у власти появятся козыри по отношению к социалистам, скажут, ну ребят, вот вы видите, вы ждали, он президент, а что случилось в стране? Жизнь стали лучше, пенсии выше, зарплаты выше, цены ниже, тарифы ниже? Нет. И это, конечно, потенциально может ослабить партию социалистов и подсподно создать определенный коридор на левом фланге или для появления другой партии, сателлит, тоже левого толка, которая была бы дружественной демпартии. Об этом много говорится, социал-демократической платформы. Или же, возможно, о переходе в более такую левую плоскость самой демократической, уже ребринедыгованной демократической партии. И это тоже решаемо, видите, это тоже задача решается. То есть подспудно избрание Игоря Николаевича Дадона, оно не наносит непоправимого удара по системе. Я не говорю, что не хочу, я, кстати, с Игорем Николаевичем в хороших отношениях общался с ним. И не хочу говорить вещей, которые не знаю. Более того, я думаю, что такой человек, как Дадон, заточенный на власть, понимающий, что такое власть, в нем видно желание получить власть. Вот я не вижу этого желания в Моисанду, не вижу желания в Юрий Лянко, не вижу желания в Чубашенко. А вот у Игоря Дадона просто это видно. Он хочет получить власть. И он знает, что такое власть. Он знает, что с ней делать. И такой президент, в принципе, если на него нет достаточно серьезных рычагов, может где-то на каком-то повороте свою игру запустить. То есть это тоже власть не может полностью игнорировать. Но при всем при том, я думаю, что на данном этапе это был бы наиболее удобный сценарий эволюции. И здесь вернусь к нашим друзьям Майя Санду и Андрея Анастасия. Я считаю, что в случае непрохождения их во второй тур, а на данном этапе я рассматриваю это как главный сценарий, его можно изменить. Но если кардинально и быстро не изменится их отношение к своим задачам, и они не проникнутся той ответственностью, которая на них есть, а будут проходить в логике, останутся в логике внутренней конкуренции, они же лидеры двух новых партий. Что же нужно думать о этих партиях? Но мне кажется, недостаточно осознания общего интереса. Если бы он был, они бы еще пять месяцев назад начали бы вместе появляться на телевидении, вместе ехать по селам, вместе проводить пресс-конференции. Их команды, и их местные организации, у кого посильнее, у кого послабее, начали бы работать вместе. Я этого не вижу. И последнее. Вы верите в то, что выйдет от них один кандидат? Ну, я думаю, есть основания думать, что все-таки люди не камикадзе, и в последний момент они придут к компромиссу, и кто-то из них, я думаю, скорее всего, это будет Майя Санду. Но при этом Вы считаете, что гораздо больше шансов было бы и гораздо страшнее для власти был бы Андрей Анастасий? Я считаю, что у власти нет такого сценария, чтобы Андрей Анастасий стал президентом. И они готовы пойти на все? Я думаю, они готовы пойти. Даже на то, чтобы снять господину Анастасию с предвыборной Я думаю, да. И здесь тоже риск. Опять право и то, что в какой-то западне сейчас. Если они, допустим, хотя Майя Санду очень уверенно держится, и я не вижу кроме декларативных заявлений открытости с ее стороны, чтобы в случае чего поддержать Анастасия, признав определенную компетентные преимущества в плане ресурсов, в плане структур, в плане того, что он держал удар пять месяцев и не сдулся. Ведь по Майю Санду, еще раз повторюсь, реально не били. И неизвестно, что произойдет за неделю на выборы, если какая-то страшилка, клевета какая-то, какая-то бомба. Времени не будет с ней бороться. И что будет с ее рейтлингом тогда? Но с другой стороны, если кандидатом будет Андрей Анастасий, и опрос будет показывать, что он проходит во второй тур. Я думаю, если бы в пятницу, допустим, через четыре дня, посовещавшись лидер этих двух партий, их команды, приняли бы решение Анастасии во второй тур, я думаю, власть бы серьезно занервничала и начала бы уже готовить сценарий и бомбы на другом уровне, чтобы не допустить сценария прохода Анастасии во второй тур. Еще и потому, что, и здесь две причины. Что, в принципе, уже весь арсенал, все боеприпасы главные по Анастасии уже израсходованы. Вот у нее стреляют, 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 а он не падает. И я не знаю, что еще можно использовать против Анастасии. Наковыряли все, что можно же уже. И он пока стоит на ногах. Знаете, как в фильмах такие есть ситуации. Поэтому, я думаю, его могли бы очень больно убить. И второе. Власть понимает, что Анастасия все-таки более центрист. Я предполагаю, что те, кто был голосованы за кандидата нашей партии, за Чубашенко, я думаю, наберет 5-6 процентов голосов. Я думаю, у них была бы большая дилемма. За кого идти? За Дадона или за Анастасию? И я думаю, вне зависимости от того, за кого их призовет голосовать Рената Усатый, которого не видно в Молдове, и который, я не думаю, что он полностью независимый от внешних факторов игрок. Видимо, и здесь тоже фактор будет какой-то. Но даже если Усатый не призовет своих избирателей голосовать за Анастасию, многие из них, увидев в нем реальную альтернативу этой системе, способны, по крайней мере, побороться с ней, и показав всей своей политической деятельностью на протяжении, как минимум, полутора лет, свою одержимость этой идеи, я думаю, с ней могли бы голосовать и те, кто голосовали за Анастасию, и те, кто голосовали за других оппозиционных кандидатов, в большей степени, чем Умай. Умай все-таки сужен электорат. Она несколько раз, в том числе и в вашей программе, говорила, что, в принципе, это ее личная позиция, что при референдуме она бы голосовала за объединение с Румынией. И заметьте, ни власть, ни Дадон пока на этой теме реально не акцентировались. Реально. Я предполагаю, что в случае, если она бы вошла во второй тур, власть спокойно и Дадон, что они бы могли бы запустить эту страшилку «Майя Сан-Дунионист», и чтобы за нее не проголосовали центристы, которые, в принципе, могут в одну или другую сторону наклонить чашу весов. А за Анастасией люди вот таких государственных позиций, которые боятся объединения с Румынией по разным причинам, но которым, ну, Дадон не близок, они бы могли бы проголосовать. Максим Попов, у меня складывается впечатление, что ваша личная симпатия, если говорить о правом флаге на стороне Анастасии. Возможно, она ошибочная, но при этом я наблюдаю картину о том, как госпожа Санна практически ежедневно делает пресс-конференции, довольно злободневные темы и делает довольно жесткие заявления по Центральной избирательной комиссии о их предвзятости, скажем так, или несколько несвободное поведение, а о прокуроре, то необходимо ли установить видеонаблюдение на избирательных участках, чтобы исключить возможности броса или тени, еще чего-то. И это происходит практически каждый день. С момента, как она получила право официально включиться в предвыборную гонку, она делает как минимум ясный, у нее есть на каждой пресс-конференции четкий, ясный месседж. В то время, может быть, я не так внимательно отвечу за риторикой Андрея Анастасии, но мне кажется, что у него один месседж и всегда. Жест. Жест-похотнюк. Только жест и никаких предложений. И причем этот месседж мне не нравятся слова, которые используются. Я считаю, для политиков есть какие-то красные линии, которые нельзя перешагивать. Конечно, у Сатова свой электорат, я думаю, он вульгаризирует и, ну просто, для политика, ну, слова, которые используют усаты, я их не буду повторять, люди их знают, они неправильные. С оппонентами нужно бороться, не становясь, ну, не используя лимбаж-субурбан на румынском языке, это называется, ну, недостойный лексикон. Я думаю, и Настасия Андрея, и журнал ТВ, который откровенно его поддерживает, грешат этим низким лексиконом. Но вы скажете, что он мне симпатичен, знаете, чем? Слабых бьют. Мне не нравится, когда слабых бьют. В плане не то, что Настасия слабый, но уж больно сильно не равны. И просто, естественно, мужское, в чем-то даже не мужское, желание как-то помочь слабым. У меня это, естественно, всегда. Или не слабым, а тем, кого перевес. Пятеро, когда на одного, ну, не очень мне как-то в стороне оставаться. И этим обусловлено то, что я так говорю о Настасе. Я полностью согласен, что он заточен на свержение режима, на противостояние, и он не смог выстроить ни экспертной команды, такой слаженный. Ну, кто будет министром экономики, кто будет министром национальных дел, кто будет министром финансов, министром... Здесь сложно, честно говоря. Вы сейчас говорите хотя бы не на уровне министров, а по совету. Президент Ленин Коррес. Ну, да-да-да, правильно. И у него... Я помню, вашу передачу смотрел с ним тоже летом, в мае, по-моему, или в июне. В июне. В июне, да-да-да. Ну, и вы начали спрашивать, что такое президент, какой опыт у него нет. Из всех кандидатов, ну, объективно говоря, у Мариана Лупу и Юрия Лянко. Ну, и за ним идет с отставанием Майя Санну, с большим отставанием. Тем не менее, все-таки была три года министром образования. И долгое время, раньше работала еще советником у Зинаиды Гречаной, в Каминете министров и в Мировом банке. То есть, у него понимание, что такое страна и управление страной есть. Но оно не такое, как у Марианы Лупу или как у Юрия Лянко. И Настасья, наверное, вместе с Чубашенко, они аутсайдеры. Чем, в принципе, и привлекают людей, уставшими от политиков и хотящими бороться с этим эстеблишментом. Но я считаю, сейчас у нас есть одна общая задача. Этот режим, эту власть остановить. Потому что она, как спрут, разрастается и просто каменеет. И позиция президента – это последняя важная позиция, которая еще не находится под полным контролем власть придержащих. И с этой точки зрения, при всех рисках дестабилизации страны, при рисках того, что будет трение между ветвями власти. Но я считаю, нам нужен в кресле президента возмутитель спокойствия. Президент, который может иметь рычаг на этой власти. И в том числе путем угрозы, что он поведет за собой народ. И здесь мне симпатично, Настасья. Но мне не важно. Я не буду говорить о своих преференциях. Я, опять же, в сложной для себя ситуации, но я ее и решил. Я сказал, что по политическим взглядам, Мариан Лупа мне ближе всего. И Демпартия, кстати, мне по той политике, которая продвигает идеологии. Но проблема, что это декларированная идеология. Из того, что вы мне только что говорили, не могу не спросить. Вы говорите, необходимо возмутить о спокойствии в каком-то смысле. Но при этом вы же ранее говорили о том, что необходимо объединение. И главный месседж должен быть объединительный. Чтобы ушли все разделительные линии. Чтобы мы забыли о том, кто мы по происхождению. Не чтобы мы забыли о том, зачем забывать. А чтобы это не стало главным. Чтобы главным стало то, что мы все граждане этой страны хотим жить в процветающей Молдове. Воспитывать здесь своих детей. Не хотим их никуда отправлять. Не хотим уезжать сами. Мы хотим здесь мирного неба. Дружбу народов. Уважение друг к другу. Независимо от этноса, языка, религии и всего остального. Каким образом сочетать себе должен быть возмутитель спокойствия. Вместе с тем, что вы говорили. Сейчас объективно нет ни одного кандидата, за которого готов был бы пойти. Безусловно. Вот это мой кандидат. У всех нынешних кандидатов есть какие-то минусы. У кого-то меньше опыта. У которого слишком правые или левые какие-то взгляды. И поэтому объективно он не сможет за собой повести другую часть общества. Вот Дадон не сможет. Электрад Майя Санду за собой повести. Как и Майя Санду не сможет за собой повести объективно часть, большую часть русскоязычного электората и тех, кто голосует за Дадона. Это проблема. А те, кто могли бы, в частности Мариан Лупу или даже Юрию Ильянкой, своим отношением к этой системе, сопричастностью или как минимум толерантным отношением, они делают себя неприемлемыми для тех, кто с этой системой хочет бороться. Поэтому действительно такого большого объективного кандидата у нас сейчас нет. Каким образом Мариан Лупа или Юрий Ильянкой могли бы стать объединяющими, повести за собой народ, если оба говорят о том, что наше будущее в Европейском Союзе. А даже социологические опросы говорят о том, что у нас уже довольно сильно дискредитирована эта идея, и практически половина граждан видит свое будущее совершенно в другом союзе, в таможенном союзе. Наше будущее здесь у нас, в Республике Молдова, это первое. И нужно сделать так… То есть мы сами должны вернуться к этой идее уйти от геополитики? Нам нужно уйти от геополитики и насчет Европейского Союза понять, что процесс расширения Европейского Союза как минимум приостановлен лет на 5-10. Сейчас актуально не стоит. Европейский Союз занимается своими проблемами. Нас там никто не ждет. Но это не значит, что мы не должны использовать рычаги, которые нам представляют соглашение об ассоциации, и процесс европейской интеграции для модернизации страны и для борьбы с коррупцией, и для построения независимой судебной системы и так далее. Это одно другому не мешает. Европейская интеграция не является антитезисом хороших отношений с Россией. Можно совмещать процесс европейских реформ в стране и налаживание хороших отношений с Российской Федерацией. И здесь я не понимаю такую идеологизированную позицию руководства парламента и руководства правительства. Честно не понимаю, как можно и была реакция российского МИДа. В принципе, она объективно спровоцирована теми заявлениями, которые делал спикер парламента в Вашингтоне и премьер-министр в своих заявлениях. И тем не менее пока этой власти это сходит с рук. И должен сказать опять же здесь, что в плане внешней политики нужно отдать должное. Власть не только смогла стабилизировать ситуацию и сделать так, что это задача власти. Но если вы спросите, вспомните, о чем говорили люди в январе-феврале, что коллапс не за горами, что банкротство Молдовы вот-вот придет, этого не случилось. Ситуация стабилизировалась, правительство не растерялось. И в области внешней политики они смогли парадоксальным образом и с румынами, и с американцами, и с европейцами. И смотрите, недавно визит премьер-министра Беларуси, встреча буквально позавчера премьер-министра Филиппа с украинским президентом Петром Порошенко в Паланке, в Одессе. А на полях саммитов и встречи глав правительств СНГ, встречи премьера Филиппа с Медведевым и три недели назад с Путиным, и плюс визит сопредседателя Российско-Молдавской комиссии Рогозина. То есть здесь баланс держится и уровень очень высоких этих встреч. Но при всем при том, задача сейчас всего общества дать стране шанс. И я говорю, что декларация, вот сейчас я проезжал, вот там вот из окна не видно, может показать. Вот этот, я ехал на такси, Александр, и мы проезжали мимо этого баннера, Марьяна Лупу, слышу, слушаю, решаю. Он говорит, а где он раньше был? Что это за... И действительно вопрос. Люди не верят. И я думаю, что в интересах всей власти для того, чтобы избежать потом революционных каких-то процессов, понять и начинать властью делиться и не перешагивать красные линии. Мой заключительный на сегодня вопрос будет из 12 кандидатов, которые у нас сейчас зарегистрированы. Одного можете назвать, который призывает к миру, у которого нет разделительных линий, который не делает ставку на геополитику, для которого превыше всего спокойствие и мир в нашей стране, который не строит свою предвыборную кампанию, ни на унионизм, ни на любви и предвести к России, и не противопоставляет в принципе ничего, для которого главное – это благосостояние граждан Республики Молдова, и который предлагает прагматичную экономическую и не только экономическую политику, но и международное отношение со всеми нашими соседями. Назовите одного-то. А вы можете назвать какого-то кандидата, Лиля? И здесь я хочу... В нашей программе «Я забываю вопросы» ваша попытка уйти от ответа... Нет, я не ухожу. Я убежден, что... Вы можете сказать «да» или «нет»? Или у каждого есть «больше» или «мень» частичное? У каждого есть свои плюсы. И у Игоря Додона, и у Юрия Ильянки, и у Марина Лупу, и у Майя Сандо, и у Андрея Анастасии, и у Дмитрия Чебошенко. Я назвал шесть главных кандидатов с теоретическими шансами прохождения во второй тур. Хотя я считаю, что сейчас у нас два – Додон, Лупу, или же Додон, Майя Сандо или Анастасия – единый кандидат. Только, кстати, здесь очень, чтобы было четко, могу с вами поспорить, что если Андрея Анастасия и Майя Сандо не договариваются быстро, то они просто не проходят второй тур. И поэтому других кандидатов, я считаю, сейчас обсуждать нет смысла. У каждого из них есть плюсы и минусы. Но у нас двойная задача. Во-первых, как этой системе противостоять, и в этой условии, и причем противостоять грамотно. Систему не нужно сносить экскаватором полностью. Стабильность стране нужна. Вы говорите о том, что возглавит противостояние системы человек, который, в принципе, изначально стал играть по правилам этой системы, включившись в эту предвыборную борьбу. Потому что можно было проигнорировать и сказать, что... Это иллюзия, нельзя. Во-первых, выборы бы состоялись. У вас такая уверенность. В нашей стране уже есть опыт прорвала репрендумов. Почему вы говорите? Можно было и выборами. Я не сомневаюсь, что, во-первых, зная и заинтересовывая Дадон, Усаты, они лидеры партии. Все, кто сыграет в себе как оппозиция, это как одна из мыслей. Лилия, я против бойкота выборов, я за участие. И я, еще раз, не могу призвать за какого-то конкретного кандидата, но я буду голосовать только за оппозиционного кандидата. Уже определимся, какое ее имя. А здесь, я думаю, что здесь мы с вами очень знакомы. Мы, скажем так, вы знали ответ мой на этот вопрос, потому что мы о нем не раз говорили за последние месяцы. Мы с вами знакомы больше, чем 11 лет. Я не мог вас с ней поздравить в начале программы. И все-таки я уже с апреля месяца, пожалуй, не пропуская ни одного вашего эфира. Спасибо. И не только я. Моей маме очень нравится то, как вы ведете. И вы располагаете к себе гостей. Вот мне нравится та аура, атмосфера, это объективно говоря. То есть вы обаятельная, умная, интересная ведущая, которая умеет раскрыть собеседника, но не уйти. Это все-таки гости. Знаете, гостей встречаются все-таки так. Есть какие-то рамки, и их не додавливают. Я думаю, многие из тех, кто смотрит ваши программы, это вас ценят. Но я вас знаю очень давно. С 2005 года мы с вами были в одной общей программе. Потом вы участвовали в программе «Приднестровская идеология». который я вел. Потом мы с Артуром учились с вами в других областях. Теперь вот так получилось, что и я автор программы. Лилия Бураковская. А кто такая Лилия Бураковская? Я думаю, многим зрителям было бы интересно узнать. Вчера был ваш день рождения. Я знаю, у вас двое детей. Да. Школьников. Есть такой сын и дочь. Кто вы такая? Человек. А можете более подробно? Вы знаете, такой… Мне кажется, вопрос очень… У вас двое детей, я знаю. Да. Мальчик и девочка. Мальчик и девочка. Сколько? Для телезрителей это знаю. Моему сыну 14 лет, моей дочке 9 лет. Если мне надо охарактеризовать себя в нескольких словах, первое слово – я человек. Для меня это очень важно, потому что я считаю, что когда ты сохраняешь напрямую спину, напрямую позвоночник, тебя не ломает и не могу заставить научиться кланяться, ты сохраняешь свою человеческую сущность. Я мама. У меня двое детей. И это мое самое большое достижение на самом деле для меня, а я думаю, что для многих других. Я дочь, я безумно благодарна своим родителям за то, что они меня такой родили и воспитали, на мой взгляд, очень правильно, потому что основными ценностями воспитания было не забывать, что ты живешь в человеческом обществе, ты должен уважать людей. И даже если тебе кажется, что ты умнее всех, подумай еще раз, прежде чем ты придешь еще раз к этому городу. То есть на каждого умного человека всегда найдется кто-то умней. И не заносись, жили в мире с другими. Лиля, я, может быть, приоткрою еще одну карту. Извините, если перейду, но вы жили определенное время в Соединенных Штатах Америки. Ну, был. Небольшой период был. Ну, больше, чем полгода. Не больше. Как раз в городе-то в этом районе было. Но я знаю, что у вас была возможность там остаться. Здесь мои родители, здесь мои дети, здесь мои друзья. Хотя у меня есть друзья в США и родственники. Здесь я дома. Это такое ощущение, которое, наверное, нельзя ничем охарактеризовать. Есть такой момент, когда выходишь из самолета, идешь в аэропорт и понимаешь, что почти-почти слезы на глазах, потому что вот оно, вот это твое, здесь твой воздух, здесь твоя земля. Это невозможно объяснить. Я с вами полностью согласен, я разделяю эти ощущения. И последнее, если вот для меня, в прошлой передаче вы меня решили застать врасплох, спросив неожиданный для меня вопрос о моем любимом стихотворении. Я прочитал мою любимое из моего любимого поэта Роберта Рождественского. А вот если бы я имел бы такую возможность спросить у вас, а ваше любимое стихотворение могли бы прочитать? Вот, видите? Да. Мужчины, они такие... Не надо. Обвестительные. Не правда, не правда. Вы же знаете, по-доброму это. По-доброму. Нет, у меня есть несколько любимых авторов, но на сегодняшний день, наверное, у меня нету настроения, чтобы читать что-то такое женское. Как-то из Марина Цитаева, допустим, да, или из Анны Ахматовой. Давайте маленькое четвертичное с Игоря Гуперманом. Есть безделья, которые выше трудов. Как монеты различной валюты. Есть минуты, которые стоят годов, и года, которые стоят минут. А у нас передач уже 50 с чем-то минут. Да. Кстати, теперь давайте я заберу обратно свое произведение. Мне сделали такой подарок, да, возможность побыть немного гостем программы. У меня теперь есть год. На этом тем больше не волноваться, как минимум. На самом деле, раз уж мы так раз откровение начались, мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я давно хотела работать на телевидении, естественно, авторскую программу. Я очень благодарна судьбе и людям, которые мне помогли, что у меня есть такая возможность сейчас. Я очень надеюсь на то, что программа, которую я делаю с любовью, с уважением к зрителю и с уважением к гостям, которые ко мне приходят, также нравится и зрителям, которые смотрят эту программу. Мне кажется, что в 21 веке, в веке информации, особая ценность приобретает хорошие человеческие отношения, любовь, уважение. И это, наверное, то немногое, что мы забрали из тех предыдущих веков в 21 век. Это была программа «Независимое мнение», с вами была я, Илья Бураковский. Гоей сегодняшней программы был дипломат и журналист Андрей Попов. Смотрите нас каждую неделю на телеканале IT. С нами всегда интересно. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok